Ирина Шатюк, сегодня у нас в гостях. Доброго ранку, дякую вам, что вы с нами. Итак, мороженое, да, после того, что мы посмотрели, как содержат, в каких условиях то мороженое, стоит все-таки к мороженому в упаковке относиться более положительно? Вы знаете, я хочу немножечко, так сказать, смягчить нотку такого негатива, потому что в последнее время как бы по различных селезионных программах очень много негатива идет в адрес мороженого. И хочу сказать, что это все-таки очень хороший, качественный вообще, в принципе, продукт. Здесь и наличие витаминов и всего прочего, но и кроме того, это продукт счастья. То есть мороженое наряду с шоколадом, это тот продукт, который способствует выработке в организме серотонина, это гормон счастья, и человек, который кушает мороженое, он, в общем-то, ощущает себя как бы более уверенным, более счастливым. Это воспоминание из детства. Это физиология, да, то есть это научно доказанный факт, и поэтому все. А вот что касается такого сюжета, я бы хотела тогда сказать несколько слов в пользу в заводских условиях упакованного мороженого, потому что даже хороший, качественный, произведенный заводом, изготовителем продукт может превратиться, как бы вот вы видели во что, уже, так сказать, в торговой сети. И вот по поводу торговой сети. Значит, в мороженом очень важно, чтобы выдерживался температурный режим, потому что современные виды мороженого, они изготавливаются с использованием стабилизаторов, которые дают высокую взбитость. Эта высокая взбитость, так сказать, способствует быстрому таянию, если температура не, так сказать, соблюдается. Оптимальной температурой хранения является где-то 24 градуса. В этих условиях мороженое может храниться год. Вот. Хочу сразу сказать, что в домашних условиях, в морозильных камерах современных холодильников, не всегда такая температура соблюдается, да, 16, 13, 18. То есть, покупать себе, как некоторые любят, большое количество. Впруг не нужно. Да, впруг не нужно. Потому что, если вы заметили, что в вашем морозиле, вы купили твердое, хорошее мороженое, принесли домой, положили в морозильную камеру, и потом вы заметили, что оно становится мягким, то это уже проблемы вашей морозильной камеры. И мороженое, которое хранится с несоблюдением температурного режима, оно, естественно, теряет свои, прежде всего, вкусовые качества. Это, чем более жирный сорт мороженого, тем более появляется такой, на привкус, песчанистость такая, знаете, вот как песок на языке. Это говорит не о том, что это плохой продукт, это говорит о том, что при несоблюдении слипаются шарики жира, и оно дает вот такой эффект. В принципе, этот продукт может быть использован. Но, опять-таки, в заводских условиях мороженое хранится при температуре ниже 30 градусов, то есть это 32-35, то есть в больших камерах. В морозильных ларях, которые, там тоже температура 22-24 градуса. Конечно, если ларь стоит на солнцепёке и всё это. То есть покупатель, который хочет купить хорошее мороженое, прежде всего должен, ну, как бы, если он на ощупь ощущает, что оно твёрдое, хорошее, это нормально можно покупать. Вот если мы покупаем, например, мороженое, которое вот ощущаем, что вот чаще всего стаканчики, да, что оно какое-то деформированное, либо приплюснутое как-то. Это говорит о том, что мороженое растаяло, а потом заморозили. Завод такое отдать не даст? Нет, конечно. В любом случае, это уже тогда, можем понимать, что оно таяло несколько раз. Уже в торговой сети. Уже в торговой сети. Вы знаете, большие торговые сети иногда грешат, я открою небольшую тайну, они грешат тем, что на ночь иногда в качестве экономии электроэнергии отключают огромные абонеты, в которых хранится мороженое. А рано утром их снова включают для того, чтобы, так сказать, мороженое. И поэтому, если вы потрогали мороженое мягкое, либо вы увидели под порцией, что оно как бы деформировано из-за мороженого, такое мороженое покупать не стоит. То есть в нем уже никакой пользы нет? А если вот говорить... Понимаете как, дело не в пользе. Дело в том, что, во-первых, уже не тот эффект чисто визуальный, да, и если оно неоднократно размораживалось, замораживалось, это как в любом молочном продукте начинаются определенные процессы бактериального хранения. Вот, этот вопрос тоже интересует, потому что у нас в социальных сетях написали, вот когда мы анонсировали, что придет нам сегодня эксперт по мороженому, если размораживается мороженое, а потом опять замораживается, оно превращается в яд или нет? Нет, нет, это глупость, понимаете. Потому что вот есть такое вот, да, что оно может навредить вообще организм. Понимаете, мороженое – продукт, который конкурирует с другими видами продуктов, там чипсами, сухариками и прочим. И поэтому, кто может позволить себе более агрессивную рекламную кампанию, тот, так сказать, и ее ведет. И поэтому мороженое – это не столь прибыльный продукт, чтобы мог позволить себе огромную рекламную кампанию. И поэтому на мороженое, в общем-то, в социальных сетях и в телевизионных программах такие вот, мягко говоря, нападки в том плане, что как бы некачественный продукт, ядовитый продукт и все это. Это все глупость несусветная, потому что мороженое – это, в общем-то, классный, качественный продукт. И хочу заметить, что мороженое не нуждается в консервантах. То есть консервантом для этого продукта является холод. То есть любой другой продукт, те же чипсы, ну и они будут, так сказать, люди сами как бы определяют, что нужно для длительного хранения любого продукта. Его надо как-то сохранить, чем-то его законсервировать. А мороженое не нуждается в этом, поэтому в консервантов в мороженом как бы априори не может быть. А если мы говорим все-таки о маркировке, то есть пачка, да, у нас есть, на что стоит обращать внимание? Ну, посмотрите, если вы любитель мороженого на сливочном масле или на сливках, то тогда нужно смотреть мороженое, сделанное по ДСТУ 4733. Вот если посмотреть, 4733. Точно таким же образом вот на пломбирах везде указано 4733. Здесь крупным планом нет, а вот здесь вот крупным планом как раз написано. То есть это, значит, вообще мороженое сегодня производится по трем державным стандартам. Один стандарт рекоментирует производство на сливочном масле без использования растительных жиров. Второй стандарт допускает комбинированный состав, то есть растительные жиры, кокосовый, пальмовый, очищенный. Вот, и третий ДСТУ – это мороженое без жира, без молока, это так называемые сорбеты, приготовленные либо на фруктовых пюре, либо с использованием ароматизаторов красителей. Вот если мы говорим об этом последнем случае, что это за ГОСТ? 4734. То есть 4733 – это пломбирная группа на сливочном масле, 4735 – это комбинированный состав. Но пугаться этого состава вовсе не нужно. То есть народ считает, что если приготовлено мороженое с использованием кокосового масла, то это ой, караул, это очень плохо. Наоборот, значит фирма Нестле, мировой производитель и многих продуктов, и детского питания, и мороженого в том числе, они работают только на пальмоядровом масле, только на растительном масле, без использования животных жиров. Дело в том, что использование рафинированного кокосового масла – это вполне, так сказать, нормально и все. Мы же используем подсолнечное масло, там, допустим, ореховое масло, льняное масло, там, оливковое масло. Это такой же полноценный продукт, который имеет в своем составе много витаминов, очень полезных минеральных веществ. То есть это нормальный, полезный продукт, который совершенно не нужно исключать. Он даже, кокосовое масло, даже применяется в диетическом и лекарственном питании. Поэтому бояться этих жиров не стоит. А потом, вы же их съедаете не столь много. Еще, кстати, один миф, который хочу разрушить, то, что если люди там пытаются похудеть или боятся набрать лишний вес, то это калорийный продукт. Ну, элементарно считается, это буквально можно в секунду посчитать. Если вы берете пломбир, и в нем 15% жира, то это значит, что 15 граммов жира находится в 100 граммах, а порция 60 граммов. Вот посчитайте, 9 граммов. Если вы съедите порцию мороженого и съедите 9 граммов жира, то, я думаю, вы не слишком много… Я думаю, по ступенькам с первого на второй этаж и все будет хорошо. Да, и вообще мороженое, его можно кушать и детям, и взрослым, но при этом вы выбираете для себя, конечно, производителя. То есть, если вам понравился какой-то вид мороженого, и вы выбрали для себя уже того или иного производителя, и вы ему преданы, то вы покупаете этой торговой марки. Мы благодарны николаевцам, которые выбирают нас, и которые много, так сказать, дают обратную связь нам, и мы учитываем пожелания и вкусы покупателей. Напоследок, что еще хотелось бы сделать, это показать все-таки вот это шоколадное мороженое, потому что у многих вопрос, каким же оно должно быть и какой должен быть цвет. Значит, вот цвет шоколадного мороженого, оно у нас уже в студии здесь немножко чуть-чуть потаяло. Жарко, у нас не минус 24. Мне задали такой вопрос, почему мороженое с какао светлый цвет? Вот у кого-то там кто-то покупал темное мороженое. Темное мороженое, темный цвет можно достигнуть за счет краски. Хорошие, качественные, краски, но краски. А если вы дома варите какао на молоке, то это нормальный цвет. То есть, в таком мороженом 20% какао содержится, и это нормальный, качественный продукт, и цвет его совершенно нормальный и естественный. То есть, он должен быть такой вот цвет, волатый? Обязательно. Так что, друзья, вот так, как если мы покупаем мороженое, как его в домашних условиях, возможно, как-то проверять стоит? Или только вкусовые качества? Я думаю, что только вкусовые качества. Это оптимальнее всего. Друзья, так что вот так, кушайте мороженое, это все-таки счастье, воспоминания о детстве. Да, поэтому вам спасибо большое за то, что сегодня к нам пришли в студию.